По прогнозам синоптиков, из-за теплой погоды ледяной покров на реках появится только в декабре. Спасатели республики уже начали готовиться к зимнему сезону. Безопасность людей на водоемах сегодня обсуждали на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности в следующем материале. Каким бы ни был внедорожник, тонкий лед для него непреодолимая преграда. В социальных сетях подобных видеороликов немало. Просьба не повторять. Вот и спасателям республики приходится каждую зиму поднимать со дна рек автомобиля. Немало и других находок. Магазин на тележке. Выгрузили, приехали на пикник. Вот магазин на тележке, видите там? Приехали на пикник, выгрузили, обратно его не сдали, украли с магазина, видать, и вытолкнули в речку. Есть вот такие тачки строительные, которые, видать, работали, больше не нужно. И куда? Утилизируют таким образом. Утилизировали раньше. Но вот мы их находим и вытаскиваем, и оборудуем место для купания. Но поисково-спасательной службе не хватает водолазов. Частично эту проблему решает военкомат. Вместе с военкоматом 10 призывников проходят военные службы в Севастополе, водолазы в школе. Но я надеюсь, когда вернутся, мы и будем с ними работать. По пожарным мы дали вчера задание, чтобы там тоже раз пожарные получают федеральные структуры вышли, то и наши поднятия. Это отдельно нам там обсудить. Также в МЧС подвели итоги купального сезона. Количество летальных случаев с каждым годом уменьшается. И не в последнюю очередь, потому что оборудованных по всем правилам пляжей становится больше. И в итоге 108 мест, организованных для купания, было оборудовано в наших муниципальных районах 21. Но этого все равно недостаточно. Больших проблем не надо. Водолазы должны обследовать, границы обозначить, щит установить, песок привезти, ну и потом уже дальше контроль. Впереди осенние каникулы. Глава региона поручил перевести оперативные службы на режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Безопасность людей для нас является государственной приоритетной политикой и работой. Самая главная задача и наша позиция, она обозначена, это эффективное взаимодействие между органами власти, службами, ведомствами. Продолжается и подготовка к сезону респираторно-вирусных заболеваний. Обеспечены с основными противовирусными препаратами. Учреждение здравоохранения Республики составляет 25,8% от потребности. Впоследствии этот запас будет пополняться. В образовательных организациях также организованы и проводятся мероприятия по профилактике РВИ. В том числе созданы условия для соблюдения режимов проветривания помещений. Михаил Игнатьев отметил, что в этом году от гриппа в Республике должно быть привито порядка 600 тысяч человек. И люди начинают думать о том, что за свое здоровье они отвечают сами же прежде всего. Наша задача оказаться действием. В рамках национального календаря в регионе уже привито более 250 тысяч человек. Пик заболеваний гриппа медики ожидают в начале следующего года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.